Привет, я ностальгирующий критик, и я помню то, что вам не обязательно. В 2008-м фильм Хэнкок получил так себе отзывы от критиков, неоднозначные отзывы от зрителей, был отброшен в сторону после выхода «Тёмного рыцаря» и, цитируя зомби по имени Шон, «I like it». Не знаю, но Хэнкок вышел просто раньше своего времени. Выйди он сейчас, он бы снискал, мне кажется, хорошую славу. Я бы сказала, не выйдя он сейчас, а выйдя он до Дэдпула. Ну да, потому что он такой антигерой, стёбный, с шуточками чёрными. С интересной сайд-историей. Сказал с чёрными шуточками? В смысле, чёрный юб. Блядь, я закапываю себя всё глубже, вы поняли о чём я. В наш глазах подчернело. Если что, мне Вилл Смит нравится. А тому, как ему не нравится, полагается Чапалах, да? Да. Да, я к Крису Рогу лучше относился до этого. А, ну и, в принципе, до его спирали у него в жопе я тоже относился лучше. Но после того, как я увидел спираль у него в жопе, и то, что он сделал с пилой, я стал гораздо хуже к нему относиться. Ладно, дисклеймер, я буквально монтировал этот ролик на утро после некого события. Снят ролик был задолго до этого, а значит, я не смог пошутить на эту тему. Но иронии в этом столько, что я, по крайней мере, отметил моменты, где... Кеннет Брана играл. Кеннет Брана, хороший актёр и режиссер тоже. Он был его этим, как его. Менеджером, по-моему, что-то типа такого, насколько я помню. Но я тоже не очень помню. Даже актёр, который Аркюля Пуаро играет сейчас. Бог бы пошутить. Клянусь, 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 клянусь. Это совпадение. Если введёте Хэнкок на ютубе, то найдёте немало роликов с впечатляющим количеством просмотров на каждом из них. 15 миллионов, 14 миллионов. Фига струя. Люди, люди, это зачем? Стоп, а серьёзно? Этот мужик сейчас играет Эль Кюрэп Эркюли Пуаро? Да. Он уже настолько старый? Или он загримированный? У меня... Он уже не так молод. Но и он загримированный тоже. Интересно, что я в своё время очень сильно путала Юэна Макгрегора и Кеннет Брану. И до сих пор у меня иногда это происходит. А Юэн Макгрегор — это... Кто играл продолжение Сияния. Юэна Макгрегора и этого актёра, да ты путала? Да, и Кеннет Брана. Ну, в принципе, они чем-то похожи. Они такие оба светленькие, и оба с такими мясистыми чертами лица. Я просто в этот момент ещё отвлёкся, переспросил, потому что отвлёкся на комменты. Ну, я не согласен. Хэнкок — это не такой геройский фильм, как на один раз. Я его много раз видел, и он мне всегда нравился. Я его с радостью и сейчас бы пересмотрел. Кстати говоря, мой друг, он на Хэнкока сходил в кино, а потом всех нас потащил. С нами тоже сходил на него. Настолько он втащил нам всем. Это как у меня было тогда... По-моему, мы с тобой уже были вместе. Это когда мы ходили с Серёгой на трансформеров, и он ходил на них второй раз. Видимо, почитателей у него куда больше, чем казалось. При этом не буду делать вид, что это какой-то великий фильм. Тем более, как я уже сказал, великий супергеройский фильм вышел спустя пару недель. Думаю, с Хэнкока хотели сделать то, чем в итоге стали пацаны. Погружай. Ну да, типа того. Только он не настолько прям жёсткий был. Он неутированный был. Не в мир социальных невзгод, в котором вместо проблемных звёзд проблемные супергерои. Фильм так и начинается, но затем случается поворот. Не такой глубокий, но всё равно довольно любопытный. Думаю, фильм заслужил больше любви, и попробуем её ему дать. Сядем поудобнее, вернём 2008, обсудим же Хэнкока. В начале Хэнкок, его играет Уилл Смит, Валя... У вас дети, которые родились в этот год, что скоро будет сдавать экзамены после 9 класса? А, им уже 16 лет, уже 17 скоро. 2008 он вышел. 14, блядь. А, 14, да, я тупой. Стоп, это не тот пацан, который играл в этом? Я забыл, как называется сериал. Угу. Субавляет в скринике. Да. Скамейки во время погони с перестрелкой. И реагирует так же, как я, когда мне указывают на ошибку в переводе. Он летит так, как Кейдж летал бы в фильме «Супермен жив» и пытается остановить преступников. Но по итогу разрушений от него только больше. Это один из редких фильмов, где реплики не так уж и смешны, зато подача уморительна. Смит создал располагающий неприятный образ. И думаю, многие порой представляли, какими бы они были суперсилами. Ты представляешь себя эдаким избранным, но думаешь при этом, насколько смешно было бы при этом быть засранцем. Хангкок развивает тут фантазию и весьма забавно. Многие считают, что этот фильм так и... Придумали, соединили пару трейлеров. Он мутит с девицей, у которой кинг на супергероев, но отношение с ним штука непростая. Ебать, я уже и не помню. Так, у порнопародии давно есть название ей. И не нужно больше материала. Во многих фильмах здесь сразу сделали бы склейку, но я рад, что нам показали, как он пытается быть вежливым, но девушка все равно сбегает. Так, Хангкок перестает быть фильмом одной шутки. Он все-таки пытается показать многослойного персонажа. Мы видим пиар-менеджера по имени Рэй, его играет Джейсон Байтман. Рэй, как Боно в пиаре. Если он будет работать супер... Это не Кеннет Брана. То есть я три их путаю, да? А, вот настолько, да? Настолько все тяжело. Такое все плохо у меня. Я... С этими симпатичными белыми актерами. Я просто не пытаюсь даже, потому что я не помню имен актеров. Ну, кроме там каких-нибудь Киано Ривзов, Джека Фарабьев. Почему у меня такого нет с голливудскими качками-супергероями? Вот с этим у меня проблемы нет. Генри Кавилл, Генри Кавилл и Генри Кавилл, да? Нет. Три всадника качпокалипсиса. Генри Кавилл, Крис Хемсфорд и Джейсон Момо. Как ты мог? Я такой думал, Крис Пратт? Нет. Он не такой накаченный. Мишка. Он плюшевый мишка. Дракс? Ну, я понял, да. По имени Рэй, его играет Джейсон Бэтмен. Если он будет работать с супергероем, главное, чтобы не с Человеком-пауком. Но, похоже, Рэй слишком уж мягкосердечен. Его благие намерения не находят отклика у воротил. В общем, дела у него не очень, но могли быть хуже. Он мог опоздать на поезд. Так, я знаю, это супергеройский фильм, но если крушение не будет выглядеть так, то всё это хрень. Вот, блин, попрошу шуточный налоговый вычет. Рэй видит, что Хэнкокк не умеет держать себя на людях. Всего один день в Чикаго, и я уже выгляжу так. Дальше идёт моя любимая реплика. С его логикой не поспоришь. Это да. Логично всё. Он подбрасывает Рэя до дома. И встречает жену Рэя Мэри. Её играет Шарлиз Террен. Если знаешь, что будет дальше, эти кадры немного бесят. План слишком долгий. Ясно, что что-то не так. Инкоккокк. Блин, знаешь, это прям заметно, что это фильм из нулевых. Какие они все пиздец загорелые. Просто обосраться. Сейчас это так непривычно смотрится. Ну, кстати, да. Угощает за спасение Рэя. И опять же, многие реплики здесь не огонь, но см... Особенно Уилл Смит. Что ты, скотина? Что, в глазах потемнело? Ну, вообще-то... Все люди загорают в той или иной степени. Я знаю. Как-то он тоже загорелый. Ты, кстати, не особо изменился за эти все года. Такое ощущение. Да. Смит умеет с ними работать. Это хорошие митболы, парень. Эрин. Мама тебя зовут. Это очень тупо, но все, кто при мне это видел, хикикали. К части фильма ты забываешь, что камера долго вертелась вокруг Мэри, ведь позже она показывает, что ей плевать на Хэнкока. В моменте это логично, но позже ещё логичнее. Рэ предлагает свои услуги, чтобы изменить имидж Хэнкока. Тот сперва отказывается, но позже, подумав, соглашается. И если бы мне кто сказал, что тут пьяный супергерой Уилл Смит сразится с мелким фа... Козьёль. Да, да, да. Я до сих пор помню, понимаешь, этого пиздюка. С Козьёль? С Козьёль. Ну давай, ну давай, скажи это ещё раз. Это, чё ещё хотел сказать? Блин, а ведь в Бессмертной Гвардии фактически для такого же персонажа Шарли Стерон сыграла. Козьёля? Не, в смысле, как и в этом фильме она играла. Супер-женщина? Да. Ну, типа того, ну типа нет. Вечную, очень сильную женщину. Ну тут она, конечно, в этом фильме она сильнее. И загорелее. Да. Танцузским Майклом Майерсом я бы ответил «Заткнись и возьми эти мебные деньги». Ассоль. Это не мой имя. Ассоль. Если вы видели французов в любых американских фильмах, вы в курсе, что будет дальше. На самом деле, настолько нереалистичная хуйня, его же разорвало бы пополам. Ну, ты не задумываешь. Может, там была эта скорость, как когда тебя на этой поднимает, типа, жар птицы в Сочи. Только высоко. У него почки с сердцем слиплись, но в целом он в порядке. Если бы мне сказали, что это Хэллоуин убивает, он понравился бы мне больше, чем Хэллоуин убивает. Рэй показывает ему варианты образов в сцене, на которую сегодня бы Смит не согласился. Хомо. Что это? Хомо и Рэд. Норвегион хомо. Я тебе это. Ну а эти? Уже перебор. Затем Рэй предлагает Хэнкоку сесть в тюрьму за причиненный ущерб, чтобы доказать, что мир в нём нуждается. Я прошу извести людей Лос-Анджелеса. Слишком много упущенных шуток. Как вы догадались, в тюрьме полно тех, кого он туда и отправил. И не понимая, почему парни, уже проигравшие парню с суперсилами, решили, что во второй раз они его таки заборят. К этой шутке отношения сложные, ведь в трейлере показали только реакцию. Думаю, это как с фильмом «Лжец, лжец», где обрезанная шутка, на удивление, смешнее реально попавшей к зрителю. Но всё же, всем наверняка было интересно, хватит ли им яиц показать голову одного мужика в жопе другого. И их не разочаровали? Я уже не забыл. Ох, уже это время. Да, уже были крутые спецэффекты на зелёном экране, но всё ещё не было такой цензуры жёсткой. Человеческая многоножка начала. Да-да-да. Это кентавр, понимаешь? А этот, помнишь? Этот самый фильм «Большой Стэн»? О, да. Тоже. Клёвая комедия. И в этот момент Том Сикс подумал, а что, если это только начало? То есть я предугадал шутку, сорян. Она просто была очевидной, напрошула сама собой. Тут-то да. Я, честно говоря, просто не знал, когда вышла «Человеческая многоножка». Тоже. Какое-то время Рэй учит Хэнкока быть более крутым героем. А тот ещё ходит на групповую терапию, где, раз это кино, должно быть капец темно с минимумом освещения. Кто замечал это странное клише? Группа поддерживает его. Тем временем уровень преступности растёт, но Хэнкок ещё торчит в камере, рисуя очень конкретные символы. Он нарисовал это уже несколько раз, не терпится узнать, что же это значит, а ну ладно. Но тут шеф полиции звонит и просит остановить ограбление. Рэй даже подогнал Хэнкок. Ну да, когтями. Оку, капец, какой унылый костюм ради такого дела. Да, я хотел бы увидеть более характерный наряд. Думаю, его бомжатский прикид запоминается куда лучше. Но отмечу, фирменные супергеройские солнечные очки — это прикольно. Мне нравится, как он старается осторожно приземляться, чтобы не расхерачить с собой асфальт. И это всегда смотрится слегка неловко. Никогда об этом не заботился. Да, потому что для него это неловко. Типа его костюм такой же непробиваемый, как он сам. А, комиксы. Закройте ушки, подростки, в этом фильме есть целых два мата. Да, я помню, это такой, типа, максимально тактично. Заебал, вытащи меня отсюда. Письмо удивлен, что это вдруг юр. Я упустила панч для шутки насчет его приземления. Не все же приземляются, как Наташа Романа? Ну да. Блин, а я уже представил Смита в этом. Агента Смита. Ну, это... Лена же попробовала, ей понравилось. Что-то в этом есть. Смит весьма удивлен, что это вдруг не он матерится в этом фильме. Один из грабителей держит детонатор. Если он уберет палец, заложники погибнут. Это я делаю вид, что не получается только каждый год. Это одна из вполне забавных сцен, которые толковый монтаж сделал бы, на мой взгляд, еще смешнее. Вот как все должно было выглядеть, когда грабитель обзывает его засранцем. Это было бы смешнее, чем итоговая сцена, где грабитель орет, а заложников выпускает в слоу-мо. Но опять же, юмор в этом фильме больше завязан на подачу, чем на тайминг. Ну, хз. По-моему, и тот, и тот вариант на самом деле хорош. И они разбежались по домам с оберчатками тела. Ханкок теперь золотой мальчик, которого зовут на все роскошные приемы. Теперь ты пришел. Хьюж, мэй. Хьюж. Все роскошные приемы. Хьюж. Тогда он еще не снимал... А, стоп, тогда он уже снимался в Теории Большого Взрыва. Или нет? Я вообще не помню, чтобы он не снимался в Теории Большого Взрыва. Ну да. На протяжении всей моей сознательной жизни шла Теория Большого Взрыва. Забей на него, он из розаны. Ни в чем долгоиграющим он уж точно не сыграет. Мы узнаем, что в 80... Не сыграл в Теории Большого Взрыва. Ля, а ты что такое? Увлюбленно смотрит. Ты что такое? Ты что такое? Не тяни за вибрисы, это органы. Так я не тяну, я их взял просто. Сыграл так, как будто ты тянешь. Тебя я тяну за щеку. Щеки, это тоже органы. Органы трепания и целования. А за вибрисы я ее не тяну, я же говорил, я сегодня брал ее за них. Звучит страшно, он брал за вибрисы. Десять лет назад у Хэнкока случилась амнезия, а очнулся он уже с суперсилами. Сойдет, о появлении Энакина мы знаем еще меньше. Да, признаю, мне стоило к этому моменту понять, что Хэнкок и Мэри как-то связаны, но скажу честно, вот эта сцена застала меня врасплох. Что так жестко? Сразу выпускной вспомнил. Довольно жестко. Такой, думаю, органы. Органы, которые она прекрасно теряет все время, идешь, а там такая струна гитарная валяется. Хорошо, если в ногу не воткнется. Ага. Походу, Мэри и сама вполне супергероиня. И хотя, да, поворот этот специфический, и многие такого не ожидали, но меня это все равно смогло увлечь. Хэнкок снизд, ха? Мэри говорит, что это Хэнкок чихом снес стену и должен признать, типа... А ведь ты могла просто не ломать квартиру свою, дом. В период ума вдруг женщины впрямь притворяются, будто не могут открыть банку. Да? Притворяешься? Нет. Хэнкок по понятным причинам ждет ответов и весьма забавно... Дело в том, что, когда я не могу с первого раза ее открыть, я просто могу позвать специально обученную обезьяну, которая это сделает за меня, и возьмет все трудности на себя. А уж когда я одна, конечно, я открою ее сама, я испробую все способы. А где у тебя специально обученная обезьяна? Да рядом со мной сидит. Деньги, я смотрю, тебе не нужны. Да? А у меня есть? У меня их нет! Кто пытается их получить? Я буду делать это весь день. Я благодарю Капитана Америку за то, что тот испортил мой любимый вопрос Викторины. Мы同じ. Нет, я сильнее. Они встречаются у него, Мэри соглашается ответить на вопрос, если Хэнкок после согласится покинуть Лос-Анджелес. Почему мы? Господь, ангелы, разные культуры называют нас по другим названиям. Теперь, все-таки, это супер-херопер. Жду-не дождусь сиквела, где он сразится с супер-исусом. Мэри признает, что они последние в своем роде, но, похоже, все же утаивает часть правды. Кто мы с другим? Мы брат и сестра. Это ль. Это ль. Это очевидно. Ладно, оставляю тут к... Очень очевидно. Но у вас цвет кожи, блядь, разный. Они две разные палочки Твикс. Из разных пачек. Из разных яиц. Кадр на десктопе. Эта шутка до странного часто пригождается в обзорах. Хэнкок, конечно, не верит, что они брат и сестра. Если Мэри хотела держать все в секрете, зря она выбрала столь публичное место для Махача. О нет, она умеет запускать смерчи. Это толком ничего не добавляет сражению? Она их не умеет запускать. Это он, конечно, утрирует. Это же не она их запускает. Это же смерчи начали появляться из-за того, что они рядом. Да. Они же там, когда рядом, по-моему, у них появляется пиздец, если я не ошибаюсь. И они слабеют вроде. У них типа вселенская любовь, но их отношение приводит к пиздецу. Ну да, и я же говорю, и они оба слабеют и становятся уязвимыми. По-моему, так. Но могу ошибаться. Палет и Мэри приходится признаться. Это все трудно принять, но ответь мне на один вопрос. Ты могла открыть эту хреновую банку? Мэри говорит, что героев создавали в паре, а они всегда тянулись друг к другу. Куда бы ни пошел один, другой всегда где-то рядом. Как по мне, это весьма крутая концепция, особенно для сюжета о супергероях. Хэнкок идет в магазин и платит деньгами из несуществующей зарплаты за бухло. И кассир находит весьма хитрый способ сообщить об ограблении. О боже, какие скидки! Как можно не любить фильм, в котором батончик загнат сильнее пушки? Он расплавит твой зад. Знаешь, что в кассе могло быть меньше денег, чем разрешение, на которое принес Хэнкок? Но это еще раз подчеркивается нам абсурдность существования супергероев и их сил. Оган Зэгнат. Но пуля внезапно ранит его, и выясняется, что чем больше времени они с Мэри проводят вместе, тем слабее становится. Опять же тонкая мысль. Они друг другу разом из сила и криптонит. Не вполне понимаю, почему он должен спасать людей, а она держаться подальше, ведь она сама сказала, что она, по сути, сильнее его. Кстати, да. Я бы занялась этим, но я люблю медицинский детектив, у него сейчас свой канал есть, так что мне некогда. Но это манипуляция по типу, я не буду этого делать, потому что вот такой вот я. А вот ты хороший, вот ты это можешь. Пизду делай. Ну, как бы, да. Нет бы просто сказать, мне это в хуй не впилось, я не хочу. По-честному, да. Ещё она притягивает проблемы, ведь когда они вместе начинают терять силы, это он каждый раз спасает её. Она говорит, что на неё нападает, чтобы добраться до него, что опять-таки странно, ведь в ней больше силы, на неё бы напад... А, всё-таки, видимо, она ураганы делает. Действительно, смысл был в этом эпичный. Да, я ради неё самой. Возможно, я что-то упускаю, но меня это как-то путает. Потому что они пытались всё равно прийти к клише девушки в виде, вот и всё. Тут весьма достойная. И даже при нехватке деталей, скажу прямо, по мне так это более... Интересный фильм о вечных, чем фильм «Вечные». Но как и в «Вечных» западах, в фильмах того времени, супергероиня какая-то или супершпионка, но в итоге мужчина ГГЭ всё равно её спасает. Какую-нибудь условную электру в сорвиголове, например. Ну да. Бедный ребёнок. У нас у кошки перхоть. У кота тоже, но у кошки сильнее. Опять началась. Игра тут весьма достойная. И даже при нехватке деталей, скажу прямо, по мне так это более интересный фильм о вечных, чем фильм «Вечные». Но как и в «Вечных», злодеи тут отстой. И угрозой они становятся тут только в последние 15 минут. Помните грабителя, потерявшего руку и заключённых косплеющих Лего? Они хотят вместе убить Хэнкока. Эй, злодеи тянут скорее на Блэнкмана. Мэри ослабла, а Хэнкок снова окреп. Да, согласен, кульминация тут так себе. Но Хэнкок привык защищать своих близких. И понимает, что чтобы спасти Мэри, ему нужно быть как можно дальше. Мне нравится, как Рэй видит, что его жена по сути умирает и реагирует типа «эээ, таких пучок запяток». Да и старовата она для меня, если подумать. Он просто растерянность показывает. В общем, как бы... Вполне могло быть так. Он же не должен был сразу броситься на пол, начать плакать и это... Он просто подошёл такой... Чё делать? Хэнкок улетает, Мэри оправляется, и месяц спустя супруги шутят о бессмертии, как будто они, скажем честно, в фильме с Уиллом Смитом. А что насчёт актёров, мечтающих об Оскаре? Они жаждут внимания? Боже мой, клянусь, это просто совпадение! И так эти до жути путаные отношения завершаются... Не тройничком, это было бы оскорбительно, а огромным сердцем! Огромным сердцем! Я ради этого хрен знает сколько законов нарушил, зато Луна будто Аву сменила, чтобы повысить осведомлённость о чём-то, о чём скоро забудут! Вопрос, как он покрасил её в красный? Нам, видимо, стоит пойти на терапию, чтобы излечить все измы, которых мы набрались, но пофиг, Луна похожа на пузико заботливого мишки! Дальше, пофиг, Луна похожа на пузико заботливого мишки! Дальше идёт старинный кадр из Сорвиголовы, ведь это супергеройский фильм, достойный плагиата, и, признаю, концовка тут слабовата! Но плевать, как по мне, фильм увлекательный! Как я сказал, это невеликий супергеройский фильм, но, думаю, многие считают, что он мог бы им стать. Но я, по большей части, доволен им. И хотя, да, кино больше похоже на фильм и сиквел к нему в одном флаконе, но оба сюжета вполне себе захватывающие. Я был бы рад, если бы сюжет вышел более глубоким и сосредоточился на чём-либо одном, но игра, идея и общая подача вполне хороши, чтобы меня завлечь. Обидно, что сиквелы не... ...насыщенный, и там не так много пиздостраданий. Ну да, и он, в принципе, закончен. Хотелось бы, конечно, увидеть продолжение, что-нибудь другое, но, по факту, это законченная история. Если случилось, ведь об этом герое я бы хотел узнать побольше. Можно было погрузиться в... Сейчас, например, фильм только раскачивается, чтобы делать как минимум трилогию. ...его прошлое, найти больше бессмертных героев или бессмертных врагов, развить отношения этих троих, ведь этот финал явно мало кого удовлетворил. Слухи о втором фильме иногда проскальзывают, и, наверное, если всё пойдёт по плану, его снимут. Господи боже! Скажу за себя, я бы его заценил. И, судя по хитовым роликам на ютубе, далеко не только я. Это не какой-то особенный фильм, но всё же за ним можно неплохо скоротать время. Я ностальгирующий критикой, я помню... Сына не берите. Да, сына Хангкока не берите. Сына Вилла Смита. Почему? Он паршивый актёр. Он играет сына Вилла Смита. Мы с ним смотрели только, я помню, только один шей, да. А ещё он, когда был меньше, играл лучше. В карате пацане он же снимался, с Джеки Чаном, да. После нашей эры он, ну, вроде, неплохо сыграл. Там сам фильм какой-то непонятный для меня, он как-то смотрится странно. Ну да. То, что вам не обязательно. Я ностальгирующий критикой, я помню. То, что вам не обязательно. Я так понимаю, ностальгирующая критика показывает где-то по ТВ, потому что у него такой формат видоса, что у него прям есть место для рекламы, которая будет между. И концовка такая. Ну, я доволен. Я не знал, честно говоря, что ждать, обосрёт он Хангкока или не обосрёт. В итоге, я думаю, его аналог у нас на дважды два чек-ревью. Ну да, кстати, в принципе. В общем, я удовлетворен. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok